Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы с вами рассмотрим еще одну очень интересную партию 13-го чемпиона мира Гарри Кимовича Каспарова. Интересен этот поединок прежде всего тем, что Каспарову удалось провести очень цельную стратегическую партию против компьютера. Эта партия была сыграна в 1985 году в Гамбурге. И это был сеанс одновременной игры Гарри Каспарова, которую он давал машинам. Конечно, в то время компьютеры играли не так сильно, как сейчас. Ну и действительно, молодой Каспаров тогда мог себе позволить дать такой сеанс. В этой партии Каспаров играл белыми, а его противником был компьютер Super Constellation. Итак, Каспаров начал ходом C4. Это английское начало, весьма неплохой выбор против компьютера. Тогда вот еще компьютеры очень слабо разбирались в позициях закрытого типа. И Гарри Кимович вышел на борьбу, именно имея это в виду. Далее последовало Е5, К3 и К6, Ж3, Д6. Это закрытый вариант английского начала. Понятно, что белые здесь хотят развить слона на поле Ж2, где он будет контролировать поле Д5. Равно как и пешка и конь. Итак, далее последовало слон Ж2, слон Е6. Пешку защитили ходом Д3 и дальше ферзь Д7. Очевидно, что черные таким образом планируют то ли сделать рокировку в длинную сторону, то ли попросту выводят ферзя, развиваясь. И имея в виду при отходе белого коня с поля Ж1, вот такой вот ход как слон Х3 с разменом белопольных слонов. Б4. Типовой ход в английском начале. Полянка, что белые имеют вот здесь вот пространственное преимущество на ферзевом кланге. И после хода конь бьет Б4. Здесь может быть взятие на Б7. Ладья Б8, слон Ж2, конь С6 и дальше ферзь А4. Конь ЖЕ7 и вот в этой позиции очевидно, что у белых есть определенный перевес. Поле Д5. Они могут занять своим конем, развиться слон на А3. Весьма удобно может быть расположен. То есть сюда компьютер не пошел. Он сыграл А6 для того, чтобы предупредить на движение пешки Б. Далее последовала ладья Б1. Коспаро уже защитил вот эту пешку ладью. И, конечно, хочет ее продвинуть вперед. Конь Ф6 играют черные, развиваются. И конь Д5. Таким образом, белые фиксируют преимущество свое в центре. И здесь, понятно, бить на Д5 не хочется. Брать конем, конечно, нельзя, ввиду того, что появится у нас здесь очень большая проблема. Это вилка. Ну, а в случае взятия слоном коня, конечно, повысятся очень акции вот этого белопольного слона. Но поэтому слон Е7. Черные просто развиваются. И Е3. Заметим, что белые здесь, конечно, не бьют вот этого слона. Потому что в данной позиции вот этот централизованный конь, он дороже. Е3-ход сделан для того, чтобы вывести коня на поле Е2 и прикрыть поле Д4. Далее черные играют Х6, конь Е2 и рокировка. Заметим, что вот в этой позиции белые не могут последовать примеру черных и тоже сделать рокировку. Потому что тогда черные осуществляют свою позиционную угрозу и играют слон Х3. Оказывается, что вот в этой позиции мы видим, что белые не могут выиграть пешку С7. Потому что после взятия на Х3 не проходит конь С7 ввиду вот типового конь Ж4. Очевидно, что здесь очень слабы вот эти белые поля. Ну, здесь попросту уже может прийти мат. Поэтому, конечно, здесь Каспаров не допускает хода сон Х3 со стороны соперника. И играет сам Х3. Далее следует сон Д8. Очевидно, ход сон Д8 здесь связан с тем, что черные после неизбежного хода Б5 хотят вывести коня на Е7, где он будет атаковать как раз этого коня Д5. Далее, конь ЕЦ3. Белые последовательно проводят стратегию централизации. Второй конь поддерживает уже коня на Д5. Ладей Е8 сыграли черные А4. Каспаров набрасывает пешки на ферзевом фланге, еще больше захватывая пространство на этом участке доски. Ну, а черные играют сон Ф5. Вот это первая неточность компьютера. До этого момента стратегически все было верно в исполнении черных. Ну, а теперь Каспаров получает возможность с темпом здесь набросить пешки на королевском фланге. Он играет G4 на слон G6, B5. И вот таким образом он выключает из игры вот этого коня. Очевидно, что вот в этой позиции после разменов, ну, а черные разменялись так, имея в виду, может быть, развить ладью по линии А, то есть вторгнуться в лагерь белых на одной из полей по этой вертикали. Ну, вот здесь мы видим, что теперь просто вот ход конь Е7 в этой позиции не проходит, потому что черные позволяют белым побить на Ф6 шахом, испорчена пешечная структура на королевском фланге, и дальше слон бьет Б7. И вот здесь преимущество белых уже настолько велико, что оно очень близко к решающему. Поэтому черным здесь пришлось после АБ сыграть конь А5. Смысл хода коня А5 в том, что защищается пешка на Б7, но, к сожалению, для черных вот этот конь на А5, он так до конца партии и останется стоять на этом поле. Еще заметим, что он перекрывает здесь ладью, тоже мешает активизации черных фигур. Белые играют Е4. Почему раньше Каспаров не сыграл Е4? Дело в том, что при коне на С6 он удобно мог расположиться на поле Д4. Ну а теперь Е4 сыграть можно, прикрывается пешка Д3, ну и таким образом мы видим, что резко ограничивается белопольный слон черных. Черные пытаются ходом С6 подорвать вот здесь центральную стою белых. Ну, белые бьют на Ф6, ну и дальше имеют в виду фланговые операции. Каспаров играет вовремя А4. Дело в том, что вот в этой ситуации очень трудно черным вскрыть центр. То есть, прости Д5 тут нелегко. Соответственно, так как центр здесь закрыт, то и на флангах можно проявить активность. Слон Е7. Отошли черные и белые играют Ж5. Понятно, что пешка на А6 оказалась под боем. Теперь нужно как-то реагировать. И черные среагировали не очень удачно. Они побили ЦБ. Здесь лучше было все-таки сыграть Х5, пытавшись закрыть позицию на королевском фланге. Но понятно, что тогда можно было сыграть С3 и пешка на Х5 оказалась обречена. Но именно вот в этом варианте крылись возможности спасения черных в этой партии. Они резко били по центру Д5. Активизировался чернопольный слон. Ну и в расчете вариантов вряд ли тогдашний компьютер мог бы превзойти Каспарова. Но вот сегодняшние машины демонстрируют вот здесь лучшие шансы для спасения черных. Конечно, позиция белых здесь достаточно хорошая. У них уже фактически лишняя пешка. Но шансы у черных были бы. Но черные сыграли ЦБ. После взятия ЦБ ничего не изменилось. Конь на А5 так и остался стоять. Коли Ц6 по-прежнему недоступна. Но и здесь черные решили сыграть Ф5. Ну вот такой вот ход от безысходности фактически. Может быть лучше было сыграть АЖ. Но посмотрите. АЖ, ФСД8 с идеей вот эту пешку отыграть. Белые просто вот все цементировали ходом ФСЖ4. Очевидно, что вот эта вскрывшаяся вертикаль АЖ это не к добру для черных. Потому что ну просто вот может быть мат. Мы видим, что очень слабое вот это поле АЖ8. Здесь явно не хватает фенкетированного чернопольного слона. Поэтому черные играют Ф5. И вот в этой ситуации Каспаров играет слон АЖ3. Поработав по диагонали АЖ1 А8, слон переходит на соседнюю. Таким образом он связывает пешку Ф5. Черные мы видим не могут бить на Е4. Также не могут пройти Ф4. Но и остается им ждать. Ферзь С8 сыграл компьютер. Ну понятная идея. Напасть на коня по вертикали С. В то же время неплох был ход АЖ. Опять же это лучший был шанс. Конечно не давал полноправных шансов здесь черным. Но вот можно сказать меньше из зол АЖ, АЖ, ладья Ф8 защищая пешку и конь Д5. Ну и здесь у нас угрожает уже вилка. Поэтому надо играть слон Д8. ЕФ играют белые, слон Ф5 и ферзь Х5. Попутно защищая слона на Х3 и создавая возможность Ж6 и ферзь Х7. Поэтому ферзь Ф7, попытка разменять ферзей. Ну и белым лучше всего перейти в Эншпиль. Взяли. Потом конь Ф6. Такой очень интересный ход. Таким образом мы изолируем слона Ф5 от защиты ладьи. Далее ладья Ф6, ЖФ, слон Х3. Ну вот это такие варианты нам демонстрируют современные машины. И здесь мы видим, что качество лишнее у белых. Ну а у черных за качество пешка. Конечно их фигуры разбросаны по доске. Опять же этот конь на А5 никак не может войти в игру. Ладья на А8 тоже неактивна. Понятно, что у белых здесь близкий к решающему переезд. Поэтому так можно было играть, но черные пошли вот по своему пути. Сыграли ФС8. Ну и белые простым ходом слон Д2 защитили коня. В то же время немножечко развили своего слона. То есть здесь позиция белых настолько сильна, что можно себе позволить вот такое вот малозаметное движение слоном. ФС5 сыграли черные. ЕФ и слон Ф7. Ну мы видим, что черные в итоге потеряли эту пешку. Так или иначе это должно было произойти. И вот в этой партии, вот в этой позиции Каспаров начинает очень красивую атаку. Которую против компьютера можно было провести вот разве что только в середине 80-х. Ф6 сыграли белые. Ну вот хотели бы мы все сделать такой ход. Таким образом нападаем на слона и пешку. Открываем вот это поле. Ф5 фактически его освобождаем для слона. Еще вот такой ход очень неплохой. Да, вот тут невооруженным взглядом видно, что все-таки у белых здесь могучая инициатива на королевском фланге. ЖФ играют черные. ЖФ и подливают масло в огонь. Вкрывается еще линия Ж. И здесь оказывается, что нельзя бить на Ф6. Ввиду хода кунь Д4. Вот эта вилка, она фактически ставит черных на грань поражения. Потому что после отхода ферзя мы бьем слона. Еще одну вилку ставим. Вот такой вот набор вилок здесь на доске. Поэтому, конечно, нужно играть слон Ф8. То есть не бить пешку. Ну а теперь эта пешка, это фактически вот самый такой далеко продвинутый пехотинец белых. Она здесь главный дирижер атаки на короля черных. Конь Е4. Играют белые. Ферзь Д5. И ладья Ж1. Все вовремя тоже делает Каспаров. Нападает на короля. Король отходит на А8. И ферзь Ж4. Очевидно, что вот в этой ситуации уже черные на грани поражения находятся. Единственное, что их может радовать, то что пока поля вторжения прикрыты их слонами. Но это временное явление. Малейший удар по позиции черных может разрушить ее как карточный домик. Ладья Е6 сыграет черные. Далее следует Ферзь Ф5. Ну и вот в этой позиции черные демонстрируют полную беспомощность. Современный компьютер пишет, что можно было Ферзь А5 сыграть. Вот какой-то ход Ферзь Д3. Но мы видим, что вот в этой позиции играет ладья Е8. И здесь Каспаров демонстрирует красоту своего замысла. Он играет ладья Ж7. Посмотрите, какой ход. Мы хотим поставить мат Ферзь Х7. Ну и в этой позиции мы видим, что лучшим ходом объективно является ход Ферзь Е4. Отдача Ферзя, чтобы не получить мат. Но тогдашний компьютер мыслил немножечко по-другому. И он решил проверить вот здесь замысел Гарри Каспарова. За что мы, конечно, машине благодарны. Потому что на слон бьет Ж7. Каспаров побил пешкой. Шаг Король Ж7. И Ферзь Ф6. Мы видим, что фигуры белых вторгаются в лагерь соперника. Далее последовало Король Ж8. Ну понятно, ход Король Ф8 просто приведет к мату вот таким вот образом. Ну а у нас в партии была Король Ж8 и слона Ж6 мы видим без темпа, но с очень сильной угрозой Ферзь Ж7 мат. Ну и здесь черные в избежании быстрого мата. Забрали на Е4 и на Д5 Каспаров объявил мат Ферзь Ж7. Вот такая очень цельная, идеальная стратегия Каспарова вот в этой партии, разыгранной английским началом. Буквально вот тогда, в середине 80-х зарождалась будущая антикомпьютерная стратегия, которую Каспаров впоследствии применил против компьютеров. Вот в начале 2000-х, когда он играл с Фрицем, ну а также и его последователь Владимир Крамник тоже в двух матчах против того же Фрица. Надеюсь, что данный разбор вам понравился. Если так, то не забудьте поставить лайк под данным видео. Ну а также написать свой комментарий об игре Каспарова в этой партии, ну а также об игре Машины в этом поединке. Ну а также не забудьте подписаться на канал Шахматы для всех. Ну а я с вами буду прощаться. Спасибо за внимание. До свидания.